Суббота День независимости Наши на Олимпе, призеры и чемпионы вторых европейских игр, поделились впечатлениями о мультиспортивном форуме. Беларусь отметила один из самых значимых праздников в стране. День независимости 75-го годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Важная дата ее события без преувеличения объединили всю страну и все поколения. Миллион цветов как символ Беларусь помнит. Сегодня лежат у памятников воинам-освободителям. От больших монументов до самых маленьких мемориалов в глубинке. Все от школьников до первых лиц страны приходили к братским могилам, вспоминая личные истории своих дедов и прадедов, чтобы выразить уважение к тем, кто отстоял право беларусов жить на своей земле. Годовщину памяти отметили и в Бобруйске. Минуты молчания, митинги, парад войск и песни победы. Праздник в очередной раз всколыхнул весь город. О том, как это было, расскажет Максим Кембель. В 75-ю годовщину освобождения в разных уголках республики тысячи беларусов несли цветы к братским могилам, мемориалам и памятникам. Людей разных поколений объединило желание сказать спасибо тем, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо. В особую для нашей страны дату 3 июля кульминацией праздника стал военный парад в Минске. Товарищ президент республики Беларусь, войска Минского гарнизона для парада готовы. Министр обороны, генерал-лейтенант Равко. Беларусь всегда помнит героев, как отметил глава государства. Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной, часть национального самосознания. Именно независимость, отмечает президент Александр Лукашенко, мы обязаны сохранить любой ценой и передать следующим поколениям. Выполнить эту важную миссию, значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов военных, информационных и экономических. Дорогие соотечественники, в этот священный для каждого из нас день желаю вам счастья, мира, благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему свободу и независимость отечества. Слава белорусской армии, гаранту нерушимости наших рубежей. С праздником! С Днем Независимости Беларусь! Ура! Самый масштабный парад за последние годы открыла авиация. Бомбардировщики, истребители и штурмовики. В небе над Минском пролетели 50 самолетов и вертолетов. Спуститься с небес на землю помогли кадеты Минского Суворовского училища. Они открыли пешую часть парада. Более 5000 солдат и офицеров продемонстрировали слаженность и четкий строевой шаг. После на проспект столицы выдвинулась механизированная колонна. Возглавил ее легендарный танк Т-34. В строю больше 280 единиц военной техники, гаубицы, беспилотники и полонезы. Закрывало праздничное шествие рота почетного караула. Пилигранность и слаженность караульных впечатлила даже самого искушенного зрителя. Минута молчания, митинги, парад войск и песни военных лет. По традиции главные торжества 3 июля в Бобруйске прошли на площади победы. Поздравить ветеранов и возложить цветы к местам войск и захоронений пришли сотни людей. Депутаты, представители трудовых коллективов и руководство города. Перед знаменитым танком Бахарова, торжественный марш, дефиле оркестра, военные комендатуры и выступления творческой молодежи. Поздравил Бобручан и Александр Студнев. Уважаемые бобручане и гости нашего города, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. Примите искренние поздравления с Днем независимости Республики Беларусь. Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену независимости, осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет – это наше главное достояние. Вызная торговля и концерт народных коллективов, в юбилейную дату освобождения Беларуси праздничная программа сплотила бобручан самых разных поколений. Но важнейшими фигурами праздника со слезами на глазах были и остаются ветераны. Иван Бычков – один из них, уроженец Бобруйска, бывший партизан и разведчик Третьего Белорусского фронта, принимал участие во многих сражениях Великой Отечественной войны. В День Победы Иван Никифорович встретил у стен Кёнисберга. У меня ощущение, как у бывшего воина, конечно, такое радостное, что мы, наше поколение, сделало то, что нужно действительно для людей и, в частности, для наших жителей города Бобруйска. В 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков горожане с портретами своих героев прошествовали по центральным улицам. К республиканской акции «Беларусь помнит» присоединились сотни человек. Бобруйск тоже помнит. Это моя бабушка Гея Валентина Никаноровна. Начала войну под Москвой и вместе с госпиталем, цех 290, дошла до Кёнисберга. Это мама моя. Участник войны, член партизанского отряда «Связная». Участвовала в подрывах железнодорожных суставов. Родители, мать и отец. Мама всю войну на тракторе работала, растила хлеб для фронта, для победы. Во время Великой Отечественной Бобруйская крепость стала лагерем смерти. Зверские пытки и жуткий голод. Из 80 тысяч военнопленных выжить удалось только 40. В честь погибших солдат и мирных жителей было воздвигнут в памятник жертвам фашизма. Воспоминания о героях, слезы радости и благодарность за мирное небо. Всем не вернувшимся с войны. Вечная память и низкий поклон. 75 лет освобождения Беларуси – это очень значимая дата для нашей страны, для нашего города. Я горжусь тем, что мы сделали это вместе и что помним до сих пор. Нашу победу вместе, вместе с молодежью, вместе со старшим поколением – это большого стоит и переполняют эмоции. С радостью от того, что это праздник независимости, праздник освобождения Беларуси. Слезы от того, что очень много погибло людей при освобождении страны. Чувство радости, гордости, уважения, любви к своей родине. Вечером эпицентром Дня независимости стала Бобруйск-арена. Танцы, патриотические песни и тысячи зрителей. Финальный момент праздника – главная песня страны. Гимны республики исполнили тысячи горожан. Яркой точкой в череде праздников стали мирные залпы салюта. Максим Кембель, Максим Галеонко, Ангерина Декунд, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В Беларуси введена трехзонная дифференциация тарифов на электроэнергию. Работников сферы образования ждет новая система оплаты труда. И март предупреждает интернет-магазины насчет манипуляций с ценами. Сейчас коротко самые важные, неоднозначные и обсуждаемые заголовки страны. С 1 июля для населения ввели новый дифференцированный тариф на электричество по трем временным периодам. Так ночью энергия будет стоить дешевле, чем днем или вечером. В период с 23.00 до 6.00 за электроэнергию надо будет платить по одноставочному тарифу с коэффициентом 0,6. 6.00 до 17.00 с коэффициентом 0,7.00, а в период пиковых нагрузок – 17.00 до 23.00 с коэффициентом 1,8.00. Совмин рассчитывает сгладить потребление энергии в вечернее время суток, а также перенести часть его на ночь. Система оплаты труда работников сферы образования изменит в Беларуси с 2020 года. Соответствующее постановление приняло Министерство образования Республики. Документом устанавливаются тарифные разряды по должностям, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат. Утвердены соответствующие инструкции. Как подчеркивают в Минобразовании, при внедрении новой системы оплаты труда снижение размеров зарплаты не допускается. Март повысила предельные максимальные тарифы на услуги транспортных, железнодорожных и автомобильных терминалов. Речь идет об оформлении билетов на поезда и автобусы. Документ официально опубликован и вступит в силу в ближайшее время. В поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий цена оформления билетов увеличится с 11 до 15 копеек. В поездах международных линий тариф вырастет с 40 до 50 копеек. На оформление билетов туда и с 75 до 90 копеек обратно и от другой станции. Бронирование мест подорожает с 20 до 25 копеек. Беларусь поднялась на 9 позиций в рейтинге скорости интернета. В 2018-м наша страна занимала 66-е место, а в 2019-м уже 57-е. Из наших соседей улучшила позицию лишь Польша, она поднялась на 28-е место. Самым быстрым интернет признали в Тайване, далее идут Сингапур и остров Джерси. В топ-10 также ряд европейских стран – Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды, Швейцария. На последнем месте рейтинга оказался Йемен, хотя в прошлом году страна была на 14-м месте. Специалисты ежегодно оценивают скорость интернета в 207 странах и территориях. В исследовании участвуют организации гражданского сектора, частные компании и образовательные организации. Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило владельцев интернет-магазинов насчет ЦИМ. Они должны быть достоверными и не вводить в заблуждение покупателей. Марта обращает внимание на то, что цену нужно доводить до момента покупки, то есть на сайте магазина. После заказа потребителям и подтверждением его приема стоимость не может меняться. В соответствии с отечественным законодательством НДС включается в цену товара. Счастливые новоселы! На этой неделе в Бобруйске распахнулись двери общежития для молодых семей энергетиков. Новый 10-этажный объект на улице Гоголя был возведен буквально за полгода. 77 полноценных квартир со свеженьким ремонтом и отдельными кухней и санузлом. В каждой уже установлена сантехника и электроплита. Комфорт и уют жилплощади успела оценить Людмила Любимцева. Для нескольких сотен бобручан этот День независимости станет незабываемым праздником. В микрорайоне Западный спустя шесть месяцев после начала строительства открыли общежитие семейного типа. С новосельем счастливых обладателей нового жилища поздравили первые лица города. Говоря сегодня об этом объекте, я должен сказать слово благодарности строителям, которые приложили максимальные усилия и в короткие сроки построили этот объект. Очень важно, что для этой зоны, для широко развивающейся здесь инфраструктуры, мы понимаем, как хорошо он вписался в архитектуру микрорайона Запада. Десятиэтажное здание на пересечении улиц Гоголя и 50 лет ВЛКСМ общежитие можно назвать лишь условно. Ведь здесь 77 полноценных и уютных квартир, одно и двухкомнатных. В каждой собственные кухни с электроплитами и современные санузлы. На уровне Могилёв Энерго принято решение для того, чтобы снять вот эту проблему жилья для молодых семей, для того, чтобы дать возможность себе расширять вширь, и чтобы у них получились лучшие условия построить вот это общежитие. Дом по заказу Могилёв Энерго в рекордно короткие сроки построил завод КПД – общежитие для работников энергетической отрасли города. Здесь будут жить семьи рабочих и специалистов, электро- и теплосетей, сотрудники ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. «Предприятие наше построило новое благоустроенное общежитие, которое мы получили по очереди свою счастливую, так надеюсь, квартиру. К тому же мы ждём пополнения, и как нельзя кстати, эта вторая комната нам очень нужна, так как первый ребёнок уже подрос, ну а для второго будет отдельная комната». Счастливым новосёлам вручили ключи от заветных квартир, а после перерезали красную ленту. Одни из счастливчиков – молодая пара Протченко. Супруги с маленьким сыном осматривают квадратные метры своей однушки и уже намечают, где растает мебель. Этого момента, признаются, они ждали два года. «Конечно, мы довольны. Это же всё-таки жили мы на съёмном жилье, поэтому для нас это очень значимое событие, что нам дали уже своё жильё. Условия вообще замечательные. Как видите, квартира полностью с отделкой, рядом школы, детские сады, магазин под боком, транспорт общественный уже очень хорошо ходит». Кстати, кроме удобной инфраструктуры, в новом доме множество плюсов. Просторный лифт, подъёмник для инвалидов и колясочная. А во дворе – игровая площадка и многоместная парковка. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. Технологии искусственного интеллекта с учётом мельчайших индивидуальных особенностей пациента. В Бобруйском онкодиспансере открыли суперсовременный кабинет магнитно-резонансно-компьютерной томографии. Всего в республике именно таких сейчас только два. В Молодечно и у нас. Немецкий аппарат стоимостью почти 2 миллиона рублей закупило Министерство здравоохранения. А сам кабинет по технику подготовили за средства Гурисполкома. О новых возможностях. Мария Бересневич. Перерезать красную ленту в празднике в Бобруйске стало доброй традицией. Особо приятно, когда подарки касаются здоровья горожан. В День независимости в онкологическом диспансере открыли суперсовременный кабинет магнитно-резонансной томографии с новыми диагностическими возможностями. Немецкий аппарат Siemens оснащен технологиями искусственного интеллекта. Учитывает все мельчайшие индивидуальные особенности человека. Даже фазы вдоха-выдоха и сердцебиения. Современная техника, что немаловажно, позволяет исследовать пациента до 200 килограммов. Имеются программы, благодаря которым мы можем выставлять точки и проводить лучевую терапию, что важно для онкологического диспансера. Также есть программы, которые позволяют уменьшать артефакты в результате сердцебиения, движения пациента и более четко давать картинку. Кстати, именно таких аппаратов в стране только два – в Молодечно и Бобруйске. Жизненно необходимую технику стоимостью почти 2 миллиона рублей. И весом около 4 тонн закупило Министерство здравоохранения. А современный кабинет, оснащенный всем необходимым, обустроили за счет средств Горецполкома. Я уверен, что этот аппарат в первую очередь будет на благо наших горожан. Мы уверены, что мы будем сегодня больше и быстрее определять те болезни, которые имеются у горожан. Магнитно-резонансный компьютерный домограф, к слову, уже второй в городе. Это позволит распределять потоки, быстрее ставить диагнозы и качественнее проводить лечение. Новый аппарат также будет обслуживать жителей Бобруйска и пяти прилегающих районов. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Не вместо, а в помощь маме. С 2015 года в Бобруйске реализуется специальная программа безвозмездной услуги родителям, воспитывающим двойню или тройню. Няни ухаживают за малышами и за это получают заработную плату в Центре социообслуживания. Размера заработка одной из нянь стало недостаточно. Она решила поживиться чужим семейным капиталом. Итог заключения под стражу. Женщина обвиняется в присвоении крупной суммы иностранной валюты. Подробности дела у Ангелины Дикон. Варька у нас такая капризная девочка бывает иногда. Ну там вообще, а Костик спокойный, он веселый. Он никогда у нас практически не плачет. Анастасия Дудель знакомит новую няню с малышами. Две недели назад девушке пришлось распрощаться с предыдущей. Социальный работник больше полугода ухаживала за двойняшками. Помощница и молодая мама была довольна, пока в марте не обнаружила исчезновение денег из семейного тайника. Подумали, что может мы ошиблись где-то. И вот мы так сами себя перепровеляли раза три. Какие суммы пропадали? Тысяча долларов, потом двести. Ну, то есть сразу с крупной суммы началось. Ну, это могло быть каждый день, понимаете. То есть могло быть каждый день по 20, по 50. Ну, а так как мы проверяли же не каждый день. Анастасия призналась, в доме посторонних не бывает. Из гостей только родители и няня. Последнюю решили проверить. Установили в доме скрытую видеокамеру. Кадры подтвердили подозрения молодых родителей. Социальный работник, который осуществляет уход и воспитание ее малолетнего ребенка, достала из шкафа, где хранятся денежные средства, и похитила оттуда 250 долларов США. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемая задержана. Новость о задержании шокировала нанимателей. В территориальном центре соцобслуживания населения признались. За все время предоставление подобных услуг – это первый случай. В порядочности женщины они были уверены. Няня ежемесячно в среднем получала 350 рублей и обслуживала сразу две семьи. По милиции нарушений никаких не было, никакой уголовной ответственности, административных нарушений тоже не было. Поэтому мы взяли ее на работу. То есть никаких замечаний у нас к ней, претензий у нас к ней не было. По поводу работы тоже ничего не могу сказать плохого. Ответственная, добросовестная, исполнительная. Проводилась проверка специалистам по социальной работе работы няни. Мама была довольна. Замечаний никаких не высказывалось. То есть все было в порядке. Без доказательной базы уволить няню в соццентре не могут. У другой семьи к подозреваемой претензий никаких. Пока делом занимаются оперативники. И ведется проверка. Новая помощница Анастасии, Надежда Моисеева, в курсе всех подробностей этой истории. Женщина намерена вернуть доверие к социальному работнику. И обещает добросовестно и честно выполнять свои обязанности. Какие бы проверки, может быть, или не проверки. Или просто я все оправдаю любые действия, потому что это правда. Это очень такой неприятный поступок совершили предыдущие няни. И поэтому надо теперь как-то исправлять это все. На всякий случай молодые родители теперь в квартире не хранят свои сбережения. И постоянно, как это и прописано в договоре, на оказание услуг находятся с няней. Очень обидно то, что мы не из богатой семьи и не избалованы. То есть эти деньги достаются нам, не с неба сыпятся. И очень обидно. Потому что до последнего мы не верили, что это может быть она. Ну вот пока я своими глазами не увидела это. Вернут ли Анастасии всю пропавшую сумму, пока неизвестно. Подозреваемая призналась лишь в последнем факте. Сегодня ей в худшем случае грозит до трех лет за решеткой. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Что стало причиной трагедии на российской подводной лодке? Почему жителям Японии приказали покинуть свои дома? И на что США выделяют более 4 миллиардов долларов? Далее коротко о самых громких и заметных мировых новостях. Причиной трагедии на российской подводной лодке могло стать короткое замыкание в аккумуляторном отсеке. Напомню, в результате нештатной ситуации в Баренцевом море погибли 14 моряков. Эксперты восстановили хронологию событий. В понедельник во время измерения глубины водных объектов на подлодке вспыхнул огонь. Борьба за жизнь на глубине 300 метров продолжалась около полутора часов. Команде удалось ликвидировать возгорание. Однако экипаж получил смертельное отравление угарным газом. Как только пламя потушили, субмарину доставили в Североморск. По факту гибели моряков. А среди них семь капитанов первого ранга и двое героев России проводится проверка. Соединенные Штаты Америки выделят более 4,5 миллиардов долларов для решения проблем на границе с Мексикой. Законопроект подписал президент Дональд Трамп, сообщили на странице Твиттер Белого дома. Отмечается, что документ предполагает жесткие стандарты работы центров временного содержания нелегальных мигрантов. Ранее возмущение в обществе вызвали условия пребывания в подобном пункте в Техасе. Там сотни детей находились без доступа к чистой одежде, воде и мылу. В Японии продолжается эвакуация людей. Это связано с угрозой оползней и наводнений, вызванных ливневыми дождями. Покинуть остров Кюсю было приказано более чем миллиону жителей. Осадки там не прекращаются с прошлой недели. За несколько дней выпала их двухмесячная норма. В Когосе ими жертвой стихии стала пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом. Его снесло потоком. Позже стало известно еще об одной жертве. Компания Boeing выплатит 100 миллионов долларов семьям погибших в двух катастрофах самолетов 737 MAX. Напомню, они произошли в Эфиопии, Индонезии весной и осенью прошлого года. Сейчас против компании выдвинуты десятки исков со стороны семей жертв авиакатастроф. По предварительным данным, причиной падения лайнеров в обоих случаях была неисправность в одной из систем. После этого многие компании прекратили полеты этой модели. А ряд стран закрыл для Boeing 737 MAX свое воздушное пространство. Редкое астрономическое явление, полное солнечное затмение наблюдали 2 июля в некоторых странах Южной Америки. Больше других повезло в Чили. Сюда накануне съехалось множество туристов со всего мира. Север государства считается одним из лучших мест в Южном полушарии для астрономических наблюдений. Здесь находится множество обсерваторий. Крупнейшая из них в пустыне Атакама развернула лагерь для наблюдателей из разных стран. Максимальная фаза затмения продлилась 4 минуты 33 секунды. Выше только Олимпиада. 30 июня в столице завершились вторые европейские игры. На стадионе «Динамо» погас факел мультиспортивного форума континента. За красочной церемонией закрытия в ложе почетных гостей вместе с Александром Лукашенко наблюдали многие высокопоставленные гости. Среди которых лидер России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмма Мали Рахмон, руководитель Армении Армен Саркисян и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Шоу на стадионе «Динамо» стало логическим продолжением церемонии открытия. Организаторы удивили зрителей грандиозным представлением с использованием новейших технических средств и IT-решений. За режиссуру церемонии закрытия отвечал продюсерский центр Игоря Крутого. На сцене «Динамо» выступили Айова, Джей Морс, Нави Бенд, Лепреконцы, Песняры, Тони Мура и Кристина Светличная. Хедлайнерами стали российский певец Николай Басков и белорусская оперная звезда Оксана Волкова. Президент Европейских олимпийских комитетов Янис Кочиянчич заявил, что наследие вторых европейских игр еще долго будет приносить пользу Беларуси. А сами игры по своему масштабу уступают только Олимпиаде. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил спортсменов, организаторов, волонтеров, болельщиков, гостей и талисман европейских игр «Лесика». Это было торжество ярких, незабываемых впечатлений и сильных эмоций. Было все – радость, счастье и разочарование. Таков его величество – спорт. Это был праздник дружбы и единения, жарких по накалу состязаний, сплотивших миллионы жителей Европы в одну большую семью. Вторые европейские игры в Минске проходили в течение 10 дней. Более 4 тысяч спортсменов из 50 государств соревновались в 15 видах спорта и разыграли 200 комплектов наград. Белорусские атлеты по итогам соревнований оказались в числе лидеров европейского и мирового спорта. На домашних площадках белорусы завоевали 69 медалей, включая 24 золотые. На континентальном форуме нашу страну представляли 13 спортсменов из Бобруйска. Наши атлеты состязались в вольной борьбе и самбо, гребле на байдарках и каное, велосипедном спорте, пляжном футболе и настольном теннисе. Какими медалями пополнили копилку сборной страны бобруйчане? Людмила Любимцева подсчитала драгоценные медали. Одна золотая, две серебряных и две бронзовых. Наши спортсмены поднимались на Олимп вторых европейских игр пять раз. Самым ярким триумфом мультиспортивного форума стала победа Ирины Курочкиной. Бобруйчанка завоевала золото турнира в борьбе среди женщин весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке она сражалась с болгаркой Мимихристовой. У соперницы не было шансов 10-0 и досрочная победа Ирины. Правильный настрой, установки тренера и поддержка родных. Все это, отмечая чемпионка, сыграла свою роль. У меня, если честно, после каждой схватки были нереальные эмоции, но я была, наверное, на 10-м небе счастье. Ну, то есть я выполнила, я выложилась по полной и ощутила ту грань, которую вот я уже перешла, вот переступила. Что я смогла, я это сделала, ну, то есть мы сделали это все, ну, чей труд-то вложен. Я была очень довольна. Сирия уже давным-давно вошла в топ ведущих борцов мира. Я считаю, что победить ей уже давно давно по силам. И основной упор был сделан на психологическую подготовку. И самое главное было, чтобы она поверила себя, как мне верили все остальные, и показала максимум на то, что она способна. И она это сделала. Серебро национальной сборной принес самбист Андрей Казусенок, заслуженный мастер спорта и трехкратный чемпион мира и Европы. В финальной жесткой схватке противостоял россиянину Сергею Рябову. В решающей борьбе за титул чемпиона наш земляк уступил сопернику, но своим примером показал, белорусская школа – одна из сильнейших на континенте. Ко второму европейскому игру я сменил свою категорию. До этого я боролся в 100 килограмм, сменил на 90 килограмм. Конечно, сложно было сбросить 10 килограмм веса, но начал гонять заранее, поэтому где-то чуть-чуть мне не хватило до золота. Спасибо всем, кто болел, это чувствовалось. Первая схватка была, потом вторая схватка была. Он две схватки выиграл, но из-за золота он проиграл россиянину. Ну, конечно, зал весь громохал, мы тоже кричали. Еще один представитель сборной из Бобруйска самбист Владислав Бурть положил в копилку Беларуси бронзовую медаль. Поединки за третье место спортсмен одолел представителя Турции Эмре Челика. Волнение до старта. Как только началась борьба, первая схватка он боролся со спортсменом из Азербайджана, страна, в которой самбо тоже на высочайшем уровне. И когда эту схватку он выиграл, ну, как-то немножко так отлегло, понимая, что он готов к старту и, в общем-то, с призовым местом будет. А вот бронзового призера погребли на байдарке-одиночке Дмитрия Тлетякова в Бобруйске в родной спортивной школе встречали аплодисментами. В плотном графике мужчина нашел время, чтобы посетить березину и пообщаться с тренерами и юными воспитанниками. Именно отсюда атлет начинал свою спортивную карьеру и сделал первые успехи. Все началось 15 лет назад с простой любви к водной стихии. Дом возле реки тянуло к природе. И стихия – это самая мощная стихия, в которой может быть эта вода. Вот, видимо, с этим что-то связано. Сила, выносливость – это гребли, это красота. Просто стоит прийти, посмотреть на природу, уже хочется заниматься. На мульсиспортивном форуме Дмитрий Третьяков преодолел дистанцию в 200 метров. Его результат – 39,351 секунды и третье место вторых европейских игр. Бабричане наступил французу Максиму Бамону и венгру Балашу Биркасу. Но все же такого достижения в этой олимпийской дисциплине у белорусов не было уже 20 лет. Вы видите здесь, как я чувствую, а у родителей это тем более, дважды, трижды, когда твой ребенок становится гордостью всей республики. Не только мы гордимся, но и вся страна, вся республика гордится этим. Поэтому переполняют эмоции. Еще одна воспитанница Березины, Надежда Макарченко, завоевала серебро в гребле на Каноэ. Со своей коллегой Ольгой Климовой в двойке на 500 метров спортсменки уступили соперницам из Венгрии. Мы очень рады, что внесли вклад в развитие в обрусской гребли. И мы желаем удачи всем спортсменам, всему подрастающему поколению. Желаем им стать только чемпионами. В медальном зачете вторых европейских игр наша страна уверенно заняла вторую строчку. В активе белорусской сборной 69 медалей, 24 золота, 16 серебра и 29 бронзы. Этот огромный вклад спортсменов отметил президент Александр Лукашенко. Пока атлеты восстанавливаются и готовятся к очередным стартам. Следующий большой трамплин Олимпийские игры в Токио 20-20. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели. С вами была Елена Кутузова. Благодарю за внимание. Мы обязательно увидимся с вами в следующую субботу ровно в 7 вечера. Хороших выходных.